МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите информационный выпуск Республика об основных событиях, прошедших выходных. И понедельника вам расскажут наши корреспонденты и я, Родион Архипов. Серьезный пожар в поселке Сосновка унес жизни четырех человек. Дом, в котором они находились, сгорел как спичка. Полностью ликвидировать возгорание удалось только через два часа после поступившего сообщения. Здание выгорело дотла. Тела погибших мужчин уже опознаны. Один из них хозяин дома, остальные его знакомые. Сейчас проводится экспертиза. По предварительной версии, пожар произошел из-за неосторожного обращения с огнем. Известно, что очаг возгорания находился в одной из комнат, недалеко от дивана. На данный пожар привлекалась оперативная группа Главного управления МЧС России по Чувашской Республике, специалисты испытательной пожарной лаборатории. В настоящее время отрабатываются все возможные версии причины данного пожара. Но наиболее вероятной причиной является неосторожность при курении со стороны одного из погибших. Буквально в сентябре 2012 года данное хозяйство посещал сотрудники МЧС. Это отделение надзорных действий Московского района города Чебоксары. Проводил с ними соответствующую беседу, вручил им памятки. Но, как мы называем, такую категорию граждан, она малопрофилактируемая. Поскольку они не смотрят телевидение, они не читают газет, на призывы людей в форуме реагируют отрицательно. Также параллельно проверяются такие версии, как неисправность печного оборудования, а также неправильная его эксплуатация. В целях экспертного установления причины возгорания назначено пожаротехническое исследование, которое уже окончательно установит эту причину. Сейчас, на данный момент, по предварительным данным, причиной смерти мужчин явилось отравление угарным газом. Назначено судебное медицинское исследование, которое даст окончательный ответ на этот вопрос. К другим новостям. Сегодня на еженедельном совещании у главы Чувашия министр финансов рассказал об освоении субсидий, поступивших в бюджет республики из федерального центра. Планируемая сумма – более 14 миллиардов рублей. К середине декабря освоено 13 миллиардов. Это 97% всей суммы. Татьяна Молокова узнала, какие министерства еще не освоили средства и куда планируется потратить дополнительные деньги. До конца года в республику должны поступить еще 170 миллионов. Эти средства будут направлены на реализацию программ по предоставлению жилья младым семьям и на покупку автотранспорта. Сверх плана ожидается поступление уже по более поздним принятым решениям 451,7 миллионов рублей, в том числе 117,2 миллионов на поддержку агропромышленного комплекса, 213 миллионов по проекту ТБО и 121,5 дополнительные средства на реализацию программы модернизации здравоохранения. Муниципалитеты в декабре получили все положенные средства, чтобы выполнить социальные обязательства. А среди отстающих по освоению федеральных средств Михаил Ноздряков назвал Министерство экономического развития, строительства, транспорта, имущественных отношений, образования, физкультуры и спорта. Не освоенных, если брать по всем программам, порядка 10 миллионов. То есть мы их будем подтверждать в следующем году. То есть денежные средства останутся. Что там не хватает? Плановых, то есть по срокам идет капитальное освоение денег. А с выполненных работ нет? Объекты со сроком сдачи в эксплуатацию в 2013 году. То есть у нас где-то не закроется вообще по инвестиционным кредитам и однолетним кредитам где-то 80 миллионов рублей не закроем в федеральных средствах. Сколько учителей в очереди стоят сегодня? У нас сегодня заявили 70 учителей. Подожди, нет. Всего в очереди из 75 тысяч семей, сколько там учителей стоят в очереди? У нас 250 учителей, именно молодых. Это речь идет о молодых учителях. 250? Да. И вы сегодня констатируете, что желающих нет, да? Нет, желающих есть, 70 человек, они уже в этом году у нас в списке есть, с ними работаем. По линии Министерства экономического развития неосвоенными остаются средства по строительству бизнес-инкубаторов в селе Батырево по выдаче кредитов молодым предпринимателям и экспортно-ориентированным предприятиям. Ждут средства получателей, еще раз это подчеркиваю. А причины здесь можно приводить, часами рассказывать, как вам сложно и тяжело. Никаких сложностей там нет, уже имеют в виду. Ссылаться на что-то, тут у вас просто причин нет. Глава Чувашия призвал министров работать круглосуточно. По итогам работы будут даны оценки каждому. Татьяна Молокова, Евгений Анисимов, Республика. Один из проблемных строительных объектов скоро перестанет им быть. Две недели назад возобновились работы на Волжском Платинуме. Сегодня здесь побывал премьер-министр Иван Моторин. Он проинспектировал работы, узнал, на каком этапе сейчас строительство и по какой цене планируют продавать квартиры. 117 обманутых соинвесторов ждут начала строительства более трех лет. Еще в июле этого года получено разрешение на возобновление работ. А 13 декабря городское управление капитального строительства получило кредит от ВТБ. Почти 143 миллиона рублей. Мы хотим привлечь людей. Вы видели, какой счет мы поставили? Образили в него? Ну вот, люди к нам уже начали звонить, начали приходить. Считали уже по приличной стоимости продаж здесь квартир. 45-47 трон. Мы сейчас выставили цену немножко выше. Две недели здесь работают два башенных крана. Более 40 человек возводят стены. К концу зимы планируют завершить строительство первой секции и начать проводить кабели и разводку. Бог троится любит, но третий раз начали, и тут уже обратного пути нет. То есть третий раз мы его завершим. На завершение строительства выделены деньги, но строители надеются, что с финансированием не подведут и долевики. Будут носить плату в установленные сроки. Критика в наш адрес справедлива, то, что объект был запущен осенью. Сейчас и зимой 12-го года строится, а не 3-4 года назад. Но сегодня можно уже с уверенностью говорить о том, что есть у объекта хозяева, есть и посчитана экономика строительства. Здесь планируют продать 10 тысяч квадратных метров, при том, что цена будет варьироваться. Дольщикам пересчитают взносы в зависимости от оплаченных уже сумм. Одним из основных моментов было выдача денежных средств для того, чтобы достроить этот объект. Много было проведено совещаний, много было проведено встреч. Никто не мог гарантировать инвестору возможного окончания строительства. И было принято решение городом помочь этому объекту. Сегодня город несет солидарную ответственность по полученному кредитам. Татьяна Молокова, Николай Яковлев, Республика. 20 лет со дня основания. Коллектив управления федерального казначейства Пучуваша отметил юбилей. Поздравить их пришли руководители региона, представители финансовых органов, муниципалитетов, депутаты и деловые партнеры. Компьютер-документы – это то, с чем ежедневно работают сотрудники казначейства. Они обрабатывают сложные данные. Это не просто цифры, а самые главные показатели Чувашской республики. Именно сюда, в Республиканское управление федерального казначейства, поступает полная информация о бюджетах всех районов. Надежда Белова – сотрудник со стажем. Трудится в управлении с 1997 года. Со стороны может показаться, что работа рутинная. Но Надежда говорит, скучать не приходится. Все электронно работаем. Поэтому и работать стало легче, и клиентов стало меньше. Работа нравится. Значей должен быть честным. И всегда на первое место обслуживание клиента на высоком уровне. Управление федерального казначейства по Чувашии на сегодняшний день – крупная финансовая структура с 23 отделами в городах и районах республики. Всего же в Чувашии около 500 казначеев. От них во многом зависит своевременная выплата социальных пособий и зарплат бюджетникам. Охрана финансовых интересов, контроль за использованием казенных денег, подсчет приходов и расходов ввелся еще в Древней Руси. Казначей был важной фигурой в княжьем окружении. С 1918 года казначейство было упразднено. Его функции выполняло Министерство финансов. И вот 20 лет назад президент России подписал указ о возрождении системы. Я посмотрел ваши цифры. По этому году где-то 8-7,5 миллиарда рублей вы оборачиваете через свои рабочие места. Это огромные средства, если в среднем месяц взят, но почти 7,5 миллиарда рублей. Но сегодня, в 21 веке, уже в современной России, в современной Чувашии работают информационные технологии. Можно уже, не приходя к вам, не смотря в ваши глаза, можно уже трансформировать средства. Если взять 20 лет назад, 50 лет назад, практически ветераны наши уважаемые и дорогие представлять, наверное, не могли. Повышение открытости и прозрачности – одна из приоритетных задач управления в ближайшее время. Здесь трудятся целые династии, посетившие свою жизнь и казначейскому делу. А на счету созданного 3 года назад Молодежного совета уже немало проведенных общественных мероприятий и полезных дел. Олеся Русакова, Татьяна Молокова, Андрей Спиридонов, Республика. Сегодня правительство Республики подписало соглашение с автономной некоммерческой организацией «Школьная лига». Также называется проект, который курирует лига. Реализуется он Минобром совместно Роснано. В рамках специальной программы планируется обновить естественное научное образование в школах, подготовить кадры для индустрии высоких технологий и воспитать потребителей нанопродукции. В проекте «Школьная лига» участвует второй лицей Чебоксар, а два дня назад к нему присоединился еще и 20-й лицей столицы. Вместе с тем, помимо участников, есть еще и просто партнеры. «Школьная лига» разрастается. Все больше желающих в регионах управлять из Санкт-Петербурга и Москвы, как сейчас, становится сложно. «Лига» намерена создать региональную сеть. Об этом сегодня перед подписанием соглашения говорил представитель организации Михаил Эпштейн. Сам документ рамочный. На основе его уже можно будет делать конкретные шаги. Но в любом случае соглашение должно быть интересно всем сторонам – республики, школам и Роснано. «Соглашение, которое подписано, третье в стране, когда регион готов этим соглашением, гарантирует, что готов участвовать в развитии такого проекта. Поддерживать детей, поддерживать детей, поддерживать школы, которые готовы начать меняться. Так что в этом смысле, в моем понимании, мы как ресурсная школьная сеть, школьная лига, получим партнеров в лице Минэкономразвития, в лице Министерства образования и в целом правительства Чувашии, с которой вместе сможем двигать проекты на территории Чувашии. А Чувашия получит в нашем лице помощь методическую, образовательную, программную, иногда ресурсную, в развитии своих школ. С другой стороны, мы сможем тот интересный и уникальный опыт, который есть на территории Чувашии, представлять и другим регионам тоже. И в этом смысле возникло взаимопыление, взаимодополнение, взаимообгощение, что на наш взгляд и реально работает». Городской клинической больнице номер один 35 лет. Не так много, но уже и немало. За это время больница успела стать многопрофильным лечебно-профилактическим учреждением, которое оказывает экстренную и плановую медицинскую помощь на уровне современных требований не только жителям Чебоксар, но и всей республики. Большинству жителей столицы Чувашии так или иначе приходилось обращаться в городскую клиническую больницу номер один, которую чебоксарцы по укоренившейся привычке называют больничный комплекс. Летопись больницы начинается с 1977 года, когда на площадях здравпунктов завода промышленных тракторов была открыта медико-санитарная часть для обслуживания работников предприятия и жителей Калининского района столицы республики. Оказывается, медицинская помощь самого высшего уровня, и, естественно, люди едут со всей Чувашии и из других городов. Коллектив этой больницы всегда стремился познать больше, получить лицензии на разные виды медицинской помощи, хотя можно было пожинать на лаврах, но, тем не менее, коллектив не сидел на месте. Сейчас внедрено очень много новых современных технологий. Это медицинское учреждение, которое стремится вновь-вновь открывать такие виды медицинской помощи, которые не входят и в программу государственной гарантии. В театре оперы и балета прошло торжественное мероприятие, посвященное юбилею больницы. Все, кто пришел поздравить медиков, так или иначе знакомы с их работой, так что пожелания не дежурные, а отзывы искренние. Это те организаторы здравоохранения, за широкими спинами которых прекрасный коллектив. Трудоспособный, холестер устремленный, ну и самое главное, с душой всегда с открытой относятся к больным. Еще раз с вас праздником, еще раз вам всем здоровья, благополучия и удачи. И мы очень рады видеть вас на нашем празднике. Приглашенные на день рождения не раз подчеркивали, что городская клиническая больница номер один является ведущим учреждением здравоохранения столицы Чувашии. Здесь успешно внедряют новые методы диагностики и лечения, применяют у работы высокие технологии, постоянно совершенствуют свое мастерство. Татьяна Филатова, Игорь Поручиков, Николай Яковлев, Республика. Впервые в Чебоксаре группа «Назарет» исполнила золотые хиты для чебоксарских поклонников. Шотландскую четверку без преувеличения называют любимцами миллионов. В их багаже 29 альбомов. Все они стали классикой рока. На сцене музыканты 45 лет. Очередное турне многие называют прощальным. Но лидер группы Дэн Маккаферти утверждает, творческих планов еще много. За несколько часов до концерта он провел пресс-конференцию, на которой признался, за что любит Россию. В рамках нынешних гастролей группа приезжает в основном в провинциальные города. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. На заре своего творчества мы и представить себе не могли о такой популярности, говорит бессменный вокалист группы «Назарет». Все начиналось довольно просто. На их пути к славе не было никаких преград. Музыканты, которые играли в разных группах, нашли друг друга и образовали свой коллектив. То, что он станет неповторимым, стало ясно в начале 70-х годов. Именно тогда они выпустили первый альбом. Вторая пластинка на протяжении многих лет была хитом продаж. Причем не только в Европе, но и Америке. Музыка очень важна для меня. Речь не идет о том, чтобы быть известным. Я знаю, что людям нравится наша музыка. Я хочу выходить и играть. «Я счастливый человек», говорит Дэн Маккаферти. Сделано много, но осталась еще одна заветная мечта – победить лотерея. Других людей музыканты тоже хотят сделать чуточку счастливее. Для этого и приезжают в провинциальные города. Именно здесь, замечая Дэн, можно увидеть неизбалованных зрителей. Люди в Москве, люди в Петербурге – они видят каждую группу. Они видят то, что видят жители Нью-Йорка. Интересно ездить в места, где люди видят немного известных групп. Он всегда мечтал побывать в провинции России, но никак не ожидал увидеть вокруг столько снега. В Шотландии, говорит он, такую погоду назвали бы настоящей катастрофой. Больше всего музыканта поразили женщины, которые носят сапожки на высоких каблуках. У русских можно многому поучиться, заметил Дэн. Похоже, у русских девушек особые навыки. Все русские девушки ходили на каблуках, и для них это не проблема. Вы хорошо справляетесь, девушки. Сыграть и спеть еще есть о чем. В следующем году он планирует презентовать очередной, 30-й альбом. Музыкой признается Маккаферт, и он будет заниматься, пока есть силы. На радость миллионы армии верных фанатов. Дмитрий Ковалев, Евгений Анисимов, Республика. Сразу после нашей программы вы узнаете, где можно выбрать подарок, а также вкусно пообедать. А я же прощаюсь с вами. Всего доброго. Оставайтесь с нами. Хорошего вам настроения. Кафе-галлери Кафе-галлери – место, где вы можете пообедать днем и насладиться прекрасным ужином. Уютная обстановка, разнообразие интерьеров, мягкие и удобные диваны. Для того, чтобы вы могли забыть обо всем и просто приятно провести время. Хорошее обслуживание, живая музыка, превосходные блюда специально для вас. В вашем распоряжении курящие и не курящие зоны, зал в японском стиле, уютная веранда и вип-зал. Вы можете устроиться веселой компанией, провести семейное торжество или романтическое свидание. Кафе-галлери – удобное место для деловых встреч. Для этого здесь есть бесплатный Wi-Fi и хороший итальянский кофе. Мы дорожим своей репутацией, поэтому наши сочные стейки, тающие во рту десерты, оригинальные салаты и домашняя выпечка готовятся исключительно из свежих и натуральных продуктов. Здесь вы сможете по достоинству оценить европейскую, японскую и грузинскую кухни. Наши блюда не оставят равнодушным даже самого искушенного гурмана. Меню бизнес-ланча часто обновляется. Для того, чтобы вы всегда смогли подобрать угощение на свой вкус. Кстати, любое понравившееся блюдо можно взять с собой. И все это по вполне приемлемым ценам. Кафе-галлери – идеальное место. Приходите и убедитесь сами. Наш адрес – улица Энгельса, дом 3, дропе 1, телефон 570735. Гжельская игрушка – новогоднюю мечта коллекционеров всего мира. Фигурки птиц и зверей, забавные человечки, сказочные существа способны поднять настроение даже закоренелому мизантропу. Поверить трудно. Неужели всего два цвета? Чудеса. Вот так художники из Гжели на снег наносят небеса. Впрочем, гжельский фарфор – это не только и не столько игрушка, но и посуда, и домашняя утварь, только не простая, а праздничная. Настоящую гжель производят в одном уголке земного шара в Раменском районе Московской области. Издавна там в 27 деревнях жили и работали народные умельцы, открывшие месторождение прекрасной белой глины и придумавшие этот неповторимый стиль. Россия всегда славилась умельцами, особенно фарфоровых дел мастерами. Все заводы, столь известные в советское время, выросли из дореволюционных фабрик или кустарных артелей. Профессиональные секреты передавались от поколения к поколению. Поэтому Санкт-Петербургские императорские сервизы до сих пор успешно конкурируют с мейсонским фарфором. Не растеряла своих красок и знаменитая дулевская посуда. Попробуйте поставить ее на белую скатерть и словно летний лук расцветает среди снежной равнины, согревая не только взгляд, но и сердце. Эта красота своя, родная. Все, что продается в нашем магазине, и игрушки, и посуды, и сувениры – замечательные подарки, потому что все они созданы руками мастеров. Вот, посмотрите, здесь стоит знак предприятия и фамилия автора, который создал эту продукцию. И фарфор, и керамика – это ручная работа, поэтому рисунок в ней не повторяется, хотя и похож. Эти вещи не только для красоты, они создают уют, вызывают приятные воспоминания. Их можно хранить и передавать из поколения в поколение. Сейчас наступает Новый год, и к Новому году мы можем предложить вам елочные игрушки, различные сувениры, а также символ года. Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Добро пожаловать в наш магазин! Кто сказал, что красивые и необычные подарки не могут быть практичными? Посудой и предметами быта вы сможете и любоваться, и пользоваться много лет. Но уж до следующего Нового года непременно!